13 том книги «Открытым оком», вопрос номер 2820, тема «Проповедь благовестия». «Вы раньше летом вели вне богослужебные воскресные беседы. Почему сейчас их не ведете?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Не совсем так. Подросли братья и ведут занятия вполне хорошо. Если я прихожу на эти занятия, а я стараюсь почти никогда не пропускать их, то мне обязательно дают слово и настаивают, чтобы в конце занятий подвел итог. Трудные темы братья ведут, и иногда им не хватает знаний и опыта, но берутся смело и все время продвигаются вперед». «Можно только радоваться, но в Потеряевке пришлось вести полностью несколько бесед. Вот последняя из них. «Почему я такой вредный?» «Пусть каждый расскажет о себе, почему он такой вредный. Если не знаешь, то в течение недели посоветуйся с окружающими тебя, с живущими с тобою, кому что в тебе не нравится. А то в прошлое воскресенье, когда я объявил заранее, какая будет сегодня тема занятий, то брат Глушков Игорь ко мне сразу же уткнулся. «Так мы должны про вас всех расспрашивать?» «Нет, уж ты будь добр про себя начни расспрашивать». Он понял, что нужно в мой сарай всем залазить. «Тут я сам буду, брат дорогой, разбираться». Ведущий брат Виктор Савченко оказался сегодня не готовым вести эти занятия. Он думал продолжить толкование откровения Иоанна. «Теперь, брат, отойди в сторону». Тот с улыбкой ответил, «Слушаю и повинуюсь». Я пошел таким проверенным, безошибочным путем, что скажет по этому вопросу Библия. Но на этом пути я мог чуть-чуть ошибиться, когда рассматривал сам себя. Путь-то хороший – узнать, что говорит нам Бог Иегова про это слово. Что Бог признает за вредность, как она возникает, как поселяется, как укореняется, и как от нее избавиться. Угодно ли наша вредность Богу? Выборка получилась очень большая, и я ужимал ее до этих вот пределов. Исходил из корневого слова «вред». Я ставил вопрос – кому? Всегда ли, когда человека считают вредным, он таков в действительности? Или только его таким считают? Иногда считают не просто вредным, а зловредным. Оказывается, что так и есть. Человек делает добро, а кому-то от этого вред. Притом вред полновесный. И от того, если будет исполнять то, что ему говорят. Притом, делать может даже вполне спасительное. Евангелие от Марка, 12 глава, 30 стих. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. А вторая заповедь говорит о любви к ближнему. Если эти заповеди включить, то ни одного депутата в Государственной Думе не останется к вечеру. Их развеет. Их развеет. Президент должен сегодня же подать в отставку и пойти работать на шахту. Вот что я нашел. Он должен подвести итог, какой вред я приношу государству. У него оклад и пенсия до 100 тысяч, а у меня сейчас до 1200 рублей. Неужели больше меня работает Рыжков? Больше приносит пользы, чем я. В государственном масштабе евангельские заповеди максимализма неприемлемы. По той причине, что Царство Земное должно стать бы Царством Божиим на земле. по той причине, что Царство земное должно стать быть Царством Божиим на земле. Слышал, что будто такая попытка была предпринята Кромвелем. Такая попытка была у так называющих себя евангельских христиан при Проханове Иване Степановиче в первые годы советской власти. Поэт и проповедник решил устроить на Волге евангельский город. Было вроде бы около ста тысяч человек, но органы НКВД всех арестовали и расстреляли. Одна из попыток – поселок потеряю в Комановском районе Алтайского края, где мы и обитаем ныне. Определенно, то, что тут на первом месте евангельские принципы. Но внутри заводится червоточина, злой корень. Он причиняет вред. Павел научает нас, что делать. Деяние 2.40 И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря «Спасайтесь от рода всего развращенного». Первопослание Коринфянам, 5 глава, 13 стих. «Извергните развращенного из среды вас». Молиться за него можно. Тут возглас заизвергнутого был, чтобы поститься за пьяницу. Кто так ревностно выкрикивал это, как правило, сами не постятся по-настоящему. Когда твой товарищ рыбак лежит пьяным, ты не ешь и не пей в неделю за него. Тут он будет крепнуть, а ты тащать. Не надо кричать и давать магнитку. Я вчера до десяти раз в день за этого алкаша молился, за Женю Горбунова. Меня к тому не надо побуждать. Я все время помню эту беду и предстаю пред Господом с нею. «Если и ты это понял, то дома и начинай в тиши с семьей о том вопиять. Молитва моя тебе ни грамма не поможет, если сам ты не будешь тому помогать. Ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь, говорит Иоанн Златоуст. «Если сам не начнешь поститься и молиться». Слово «вред» в Библии 84 раза. Библия проводит по определенным местам прошлого, чтобы мы извлекли для себя пользу и научение. Пришлось еще раз просмотреть все 84 места, готовясь к этому занятию 18 сентября 2005 года. У меня 84 подпорки со всех сторон, чтобы я не упал. В рассуждении у меня 84 свидетеля, которые со мной и не дают мне ошибиться. Я привожу их во свидетельство, потому что это взято из Библии. Чему более всего люди любят вредить? Как правило, вредят под руководством лукавых, темных сил. Вот человек пьет, значит вредит своему здоровью. Он вредит семье, вредит всем там, где живет, вредит всему государству. А уж если по большому счету, то и всей планете Земля. Не думайте, то с розом печени вред от бутылки и закончился. Иван Златоуст говорит, что сумасшедшего, бесноватого люди жалеют, стараются поднять его. Но когда валяется пьяный, все его обходят. Он хуже бесноватого. И собрались против него мужи зловредные из среды Израиля, мужи беззаконные, чтобы оклеветать его, но царь не внял им. Библия напоминает, что нет ни одного случая, чтобы человек делал добро и не было бы у него противников. Никогда и нигде иначе не было. Каждый год отмечают даты гибели Пушкина, Лермонтова и других. А при жизни их гробили, давили, убивали. Убили Пушкина и тут же зарядили пистолет Ирина Лермонтова. Так было и в Израиле. Евангелие от Матфея, 23 глава, 29 стих. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников. Люди хотят сказать, что будь они там в то время, они бы уж совсем не так поступали. Стих 30. И говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их и в пролитии крови пророков. Лицемеры, как их обличил сам Христос. Он царь пророков убитых. Пришел и ему готовят крест. Думают, что живи я при большевиках, я бы уж не ломал храмы. Да еще и неизвестно, если бы не попала в руки евангельская истина, где был бы я и что наворачивал. Вторая книга Царств, 15 глава, 4 стих. И говорил Авесолом, о, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. Как-то в беседе с отцом Александром Менем я сказал, что дали бы слово по радио сказать нашим батюшкам, что мне дадут, я о том и мыслишки такой не имел. Он говорит, я тоже о том думал и пришел к выводу, что хорошо, что не дают. Ведь такого бы петуха дали бы. Как сейчас Кирилл выходит за полчаса, не оботпрется на Библию. Табачный Кирилл. Первая книга Маковейская, 14 глава, 36 стих. В одни его руками его успешно изгнаны из страны язычники и занимавшие город Давидов в Иерусалиме, которые, устроив себе крепость, выходили из нее и оскверняли все вокруг святилища и много вредили святыне. Вот мы уже нашли, что вредные вредят мужам святым Маковейским. К левещу доносят, что такое святыня, жертва, причастие. Причастие не бывает, как правило, без храма, без священных предметов. Нужно сделать вывод, никогда вышестоящим не завидовать. Проверяю сразу же себя. Не мешаю ли я тем, кто мешает другому продвигаться по служебной лестнице. У меня никогда не было противников по моей должности. Занимая должность старосты крестозвиженческой общины, я не имел других претендентов. Не думайте, что должность старосты такая ничтожная. В руках у него могут быть средства. Это у нас так привыкли. Каждый сунет батюшке в руку свою десятину. А обычно староста собирает и распределяет эти средства. Некоторые говорят, я за свою должность не держусь. Прочитал однажды, что таких людей нужно немедленно убирать. Раз он не держится, значит он ничего высокого здесь не сделает. А ты должен все время подтверждать, что лучше меня никто эту работу не сделает. Нужно, как в Америке, хорошие дороги делать отличными. Отличные, экстра-классными. Мы улучшаем все время положение в нашем лагере Стане. А у нас, если была одна выбоина на дороге, то теперь их четыре и сносят в кювет. Недостойное причащение – вред святыне. Как это отражается на других? Многие, может, из-за этого и больны. 1 Макоейская, 15 глава, 3 стих. Люди, зловредные, овладели царством отцов наших. Сейчас бьются за оправдание белого движения. Зная мое хорошее отношение к царскому времени, меня вопрошают, хотел ли бы я царскую власть иметь ныне? Нет, не хочу. Евангельского пути в России не было никогда. Россию превозгласили царством монастырей. Это и было трагедией. Христос никакого царства монастырского не устраивал. У него был один толчок. Евангелие от Марка, 16, 15. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Чтобы люди все были заквашены евангельским семенем. А противление этим словам Спасителя принесло вселенский вред. Монахи, может быть, и есть самые, что ни на есть зловредные люди, посвятившие жизнь борьбе с евангельской проповедью. И в этом свете я должен рассматривать самого себя. По милости Божией, ни одного дня в этом направлении не противоречил словам Христа. К царству отцов отношусь положительно в том смысле, что я русский. Есть где мне жить. Отрицательно то, что праотцы наши не знали Библию. Враг окончательно завладел русским народом. Да, в этом вред. Но через коммунистов мы получили и большую пользу. Мы увидели, что было с изъяном в прошлом царстве отцов. Они нам раскрыли на это глаза. Стена гнилая оказалась. Почему же гнилая была царская стена? Потому что не было правильного входа в церковь. Не было рождения свыше. И потому все было на плотском. Не было истинного уверования во Христа. Препятствовала этому сама церковь. Придумали слово воцерковление. Хотя научат стоять, ходить к батюшке. Тебя научат стоять, ходить к батюшке. В Евангелии Павел ничего этого не знают. Евангелия не знают. Павел говорит. Послание к римлянам. 15 глава. 16 стих. Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священное действие благоествования Божия. Услышали и поверили, и вера от вас пронеслась до концов вселенной. Противление Слову Божию есть величайшая вредность. Если ты этому не противишься, то почему тебя на богослужении не было? Почему ты пропускаешь службу? Получил на это благословление? Может быть тебе и не потребуется ехать в город к врачу и никакого лекарства не нужно будет. Ты будешь каждое богослужение получать благословение. Это тебе и здоровье улучшит. 2 Макоейска 8.36. Иудеи имеют защитникам Бога и таким образом остаются невредимы, потому что повинуются установленным от Бога законам. Иоанн Златоуст говорит, что нам могут вредить, но причинить зло им не смогут. Псалом 20 стих 12. Ибо они предприняли против тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить. Любое намерение сделать зло, конец веревки находится в руках у сатаны. Он дирижер злодейств. Ему нужно, чтобы ты возроптал на Бога. Дьявол причиняет вред тем, что поднимает бунт в человеке. Ропот на то, что вот в церкви и обокрали меня. Он не желает сделать нас беднее на 20 рублей, открыв наш карман, но он желает открыть хулу на Творца. Уже он поймал добычу. Но если ты скажешь, «Господи, благодарю тебя», ты меня даже в храме испытываешь. Вот я, Аратазей, проворонил кошелек. Так пусть же будет этого славу Божию, как милостыня. Дьявол от таких слов, как обожженный, отскочит. Он этого-то меньше всего ждал. Дьявол больше всего боится, когда люди славят Бога. Он же враг иммануилу. Он не только к карману, но он к тебе близко не подойдет. Что бы у тебя ни случилось, но рассуждения должны быть на аллилуйя. Слава тебе, Боже! Славлю Бога Иегову! Так и повторяй все время. Напряги свои силы и вспомни. Да, у меня такое было уже. Я был близок к ропоту, и только милость твоя указала, что это было от тебя, что случилось со мной. Третья Маковейская, 6 глава, 6 стих. Ты, Даниила, клеветами зависти, верженного в ров на растерзание львам, вывел на свет невредимым. Ты, Отец, и Иону, когда он безнадежно томился во чреве кита, обитающего во глубине моря, невредимым показал всем его присным. И звери на суше и на море не могут повредить, когда охраняет Господь, если мы благодарим Бога. Книга о премудрости Соломона, 10 глава, 8 стих. Ибо они, презрев премудрость, не только повредили себе тем, что не познали добра, но и оставили живущим память о своем безумии, дабы не могли скрыть того, в чем заблудились. Если ты вреден, то ты вреден в первую очередь для самого себя. Допустим, что царь Николай жил бы, но уже умер. Допустим, что царь Николай жил бы, но уже умер бы. Издательство было уже над трупом, и они уже ничего не чувствовали. Их души ушли Господу на ответ. Кто кому тут вред принес? Его расстрельщики были или репрессированы, или умерли от болезней. Беспокоянные палачи и цареубийцы. Россия имеет особых ходатайов ныне. Вред царскому семейству не был нанесен. Расстрелянные претерпели меньше мучения, чем те, кто остался. Расстрельщики тоже были зацеплены голодом и войной. Венец премудрости страх Господень, произвращающий мир и невредимое здравие, но то и другое дары Бога, которое распространяет славу любящих Его. Мы хотим быть огражденными, как за бронёю, чтобы ни один зловредный элемент к нам не проник. Для этого нужно иметь страх Божий. Кто-то подходит к тебе и дарит самые дорогие папиросы, лучшие вина. Лучшие вина. Да пошёл ты! Так может и не скажут, но отвращусь. Не скажу, но отвращусь. Страх Божий окружает человека, и сатана не может через него перелезть. Сираха 4.26 Не будь лицеприятен против души твоей и не стыдись ко вреду твоему. Вред можно привнести стыдом. Вот два друга. Сегодня мы голосуем, чтобы нарушающего многократно устав исключить. Одного исключают и голосуют за исключение, а другой заявляет. А я воздержусь. Ко вреду своему человек не проголосовал, как проклятый мироз. Книга Судей, 5 глава, 23 стих. Прокляните мироз, говорит ангел Господень, прокляните, прокляните жителей его за то, что не пришли на помощь Господу, на помощь Господу с храбрыми. Он, второй друг, оставил для себя дыру. Дьявол тебя на этом и будет ловить. А ты бы решительно растоптал это пьянство. Да, я против пьянства. Я сам такой, но решительно отгребаюсь от этого зла. Не проголосую, и вроде бы я для него хорошим буду. Да он тебе не нужен. Он завтра выезжает. Ты себе туда дыру оставил. Ко стыду своему не стыдись вчерашней дружбы, сохраняя ее. Ибо мудрость не только у старых, но и у молодых может иногда быть. Сираха, 21. Гораздо лучше обличить, нежели сердиться тайно. И обличаемый наедине предостережется от вреда. Надо уметь обличать. Жалоба на Глушкова Игоря, что он может за шивора схватить чужого ребенка, заступая за свою дочь. И мне. А вот вы, хотя и строго обходитесь, но дети на вас не обижаются. Почему? Не нужно вначале все рассмотреть, рассудить, размыслить и побеседовать, а не с налету. Косвенно и мне предупреждение быть повнимательнее. Очень хорошо выступил отец Александр. Не верьте детям. Они лживы. Они легко могут ввести в заблуждение. Вокруг меня было много родителей, у которых были дети. Все, кто верил своим детям, потеряли их. Все до одного стали отступниками от Бога. В моей практике еще не было, кто бы заступался за своих детей и сохранил бы детей в вере. Дети их ушли в мир. Ты услышал что-то про детей для тебя нелестное, а ты бы еще добавил им. Ты почему дяде Степану не поклонился? Вот как наши отцы и деды учили отпрысков. Во всей деревне одного Евангелия не имели, а поступали в этом вопросе поучительно и для нас. А тут до драки могут дойти за одно слово его дочери. Смотри, брат, горько будешь потом жалеть об упущенном времени и воспитании детей. Меня дети ужасно огорчают в лагере, но наказание без вины еще ни разу не случилось. Сначала вызываю добровольно выйти, потом расследовать начну. Работайте над своей душой. Не воду вступят толчем. Собрание сегодня было очень полезное. В этом мы и себя увидели. Мы делали разбор даже того, кто восстал. Как не читающие писания любят на писание ссылаться. Сидишь и чтобы только не рассмеяться опустишь голову. Три раза только нужно увещевать, потом да будет тебе как посторонний, как язычник. Все наши рассуждения основаны только на том, что мы молимся, чтобы найти эти места и понять их в современном виде. Я молился о том и преподаю вам уже третий вариант возможной передачи мыслей и до конца не уверен, что пошел самым правильным путем, преподнося вам это. Сирах 32 25 Верующий закону внимателен и к заповедям, и надеющийся на Господа не потерпит вреда. Клеветники пожар наводнения но ты не потерпишь вреда если надеешься на слово Божие. Скажи я не понимаю зачем это но я благодарю тебя Бог мой если бы при аресте и заключении я возроптал то курс моей жизни был бы другой. Сираха 34 30 Сын мой в продолжении жизни испытывай твою душу и наблюдай что для нее вредно и не давай ей того. На каждом шагу нужно ставить этот вопрос вредно ли душе моей телевизор радио друзья для чего это если не для Бога. Притча 25 20 Как моль одежде и череп дереву так печаль вредит сердцу человека. Второе послание Коринфянам 7 глава 10 стих Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению а печаль мирская производит смерть. Всегда нужно ставить 4 вопроса при любом деле. Это моя наработка за много лет духовной работы. Временная или вечная еще первый вопрос. Наше собрание было с настроем на вечное здоровье. Да и устав наш к тому призывает, но мы заботимся и о временном, чтобы не было опасности от пьяного горбунова в деревне, чтобы не подавил детей, как раздавил свои железные ворота машиной ночью в пьяном виде. Мы заботимся и о своем здоровье. Господь не запрещает иметь хорошее здоровье, но только бы не ставить его во главу угла. Ты можешь заплатить за операцию 70 тысяч рублей и пользы никакой не будет. И тогда ничего не скажи вопреки, но да будет воля твоя святая надо мной. И если бы я был сегодня здоров, то где бы я был? Начни так рассуждать. А если бы ты не болел, то о душе может быть и не подумал бы. Всегда в любом рассуждении подводи все к вечности. И что с тобой есть, знай, это не безволи Божие. Сираха 38, 21. Не забывай о сем, ибо нет возвращения, и ему ты не принесешь пользы, а себе повредишь. Человек печалится о покойниках, переживает и вредит тем себе. «Как много моего навек с тобой ушло, как много твоего навек со мной осталось», писал Владимир Сергеевич Соловьев. Убивают на могиле, жить не хочу без тебя, ему от этого никакой пользы нет, ты уже никакой услуги ему не окажешь. Давид так определил. Вторая книга царств, глава 23, стих. «А теперь оно умерло, зачем же мне поститься, разве я могу возвратить я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». Сираха 38, 16. «Сын мой, над умершим пролей слезы и, как бы подвергшийся жестокому несчастью, начни плач. Прилично облеки тело его и не пренебреги погребением его. Никакую черную одежду не надевай. Если это верующий человек, то порадуйся, что он пошел на отчет к царю царей. Если же отошел в вечность человек неверующий, то поскорби, что вот отошел неверующий в тебя, и как плохо человеку без Бога». «Куда его душенька теперь ушла?» Сераха, 39 глава, 32 и 33 стихи. «Главное из всех потребностей для жизни человека вода, огонь, железо, соль, пшеничная мука, мед, молоко, виноградный сок, масло и одежда. Все это благочестивым служит в пользу, а грешника может обратиться во вред. Вред, от которого мы делаемся для других вредными, может быть заключен во всем. Одежда. Нуждающемуся прикрыть наготу не дал, и ты уже вредный для него. Более всего слово «вредный» заключено в эгоизме. Слово «вредность» проявляется в общении двух людей. Вредность определяется тем, что человек настаивает на своем, на чем нужно до конца настаивать, нужно знать на основании Священного Писания. Как убеждает нас златоуст, что легче быть подчиненным, чем начальником. Труднее быть во голове, ибо нужно хорошо обдумать решение задачи, притом безошибочно решить, а рабочим намного легче. Если я печник, то раствор есть, подсобник на месте, я знаю уже, в каком углу дома ставить печь. Начальнику нужны шесть качеств лидера, а мне ни одного не нужно, но только чтобы рука не болела и спина сгибалась. Мне труднее нанести кому-то вред, чем начальнику. Иногда человеку наносится немалый вред, не наносит немалый вред сам Бог. И этот вред касается хромой ноги. Это Бог делает хромоногим. Бытие 32 глава 25-26 стихи. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. И сказал ему, отпусти меня, ибо взошла заря. Яков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Бытие 32-32 Поэтому и до ныне сыны Израилева не едят жилы, которые на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Якова. Яков считал данный эпизод благословением для себя. Почему же ты хромаешь, с Богом боролся? Благослови меня, жену, детей, скотину, землю, врагов. Когда есть сильное желание близости к Богу, это от Бога. Я не уйду с молитвы, пока ты, Господи, не благословишь меня. Третья ездра, 2-я глава, 21-й стих. О расслабленном и немощном попекись, над хромым не смейся, безрукого защити и слепого приведи к виденью света моего. Позавчера, 16 сентября 2005 года, я гулял с нашим епископом Евтихием, и мы пришли в наш огородик. Я там под сенью сохранил от сорок ягоды облепихи. Я нашел два арбуза, и когда уже вышли из сада, я попросил его благословить все растущее, да сохранится от воров, птиц, грызунов, жуков и прочей напасти. Он просто так и говорит, что да благословит Бог. Иоиль 2, 25 И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас. Но я отобрал у него арбузы и попросил благословить епископским крестным знамением двумя руками. Епископ стал молиться своими словами. Кто может похвалиться своим огородом благословленным епископом? Вредный человек наносит вред. Такая лошадь забралась к соседке в огород, съела у нее свеклу и ты спокойно спишь. Твои гуси на поле старосты, их 50 голов, и они еще до пяти утра там пасутся. При луне обедают у Игоря барабаша на поле, а как же заповеди божьи? Исход 2017. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего. Какое право ты имеешь кормить свою скотину и птицу на чужом поле? Заплати. Исход 22.5. Если кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, смотря по плодам его, пусть заплатят со своего поля. А если потратив все поле, потравит все поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего. Спрашивают меня лично, а тебя это касается. Я внутренне чувствую, что так делать нельзя, на нарушение заповедей божьих. Мне батюшка скажет, тебе какое дело до всех. Но батюшка, я же не сквозняк. Я вижу, что это не справедливо. Толкуют, что раз мне Игорь друг, то я за него и заступаюсь. Как вы легко определяете по себе. Не думайте, что я заступаюсь за старосту по этому. Принцип справедливости нарушен, и виновны будем все мы. А почему в таком случае я пошел против родного брата Павла и встал на сторону Любы Минаевой? Исход 21-23. А если будет вред, то отдай душу за душу. Это означает компенсируй согласно закона. Книга чисел 5-я глава говорит о ревности, о вреде, который терпит человек, когда к нему недоверие. Если у мужа появилась ревность, то жену вели к священнику, и тот испытывал ее. Числа 5-я глава 17-18 стихи. И возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и возьмет священник земли с полу скинии и положит в воду, и поставит священник жену пред лице Господня и обнажит голову жены, и даст ей в руки приношение воспоминания. Это приношение ревнования. В руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие. В храме входили не тысячи, а миллионы людей, и что за инфекция свирепствовала там, да и как было не вспыхнуть ее животу после такой экзекуции. Но таков закон. Стихи 23-24. И напишет священник заклинания сии на свитке, и смоет их в горькую воду, и даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие, и войдет в нее вода, наводящая проклятие, ко вреду ее. Так похоже на колдовство какое-то. Кажется, луженое чрево нужно иметь, чтобы не повредиться от такого морса. А уж если чрево не вспухло, то муж обнимал за тонкую талию и уводил любезную и не оскверненную никем. И потом, до следующего раза, ревнованием можно антибиотики принимать. Да если такой дуралом будет ежемесячно ревновать, на него и земли не напасешься. Но сия процедура была ко вреду женщины. Прочитаешь и волосы дыбом от жалости к жене. Но таков закон, и его не оспаривали ревнивцы. А у нее вообще не было голоса. На евреев была жалоба от окрестных народов, когда иудеи вернулись из плена. Враги мешали им восстанавливать стены города, храм и город. И написали на евреев царю завоевателю жалобу. Первая книга в нем издавна издавна, за что город сей и опустошен. Вот так и было с восстановлением потеряевки. Вредные люди мешали как только могли. Они принимали решение о присвоении статуса, депутаты были против. Когда принимали решение о присвоении статуса, депутаты были против. но на следующей сессии уже было принято решение о восстановлении поселка потеряевка. Не будет статуса, никто здесь не будет менять электрические столбы на новые, как было нынче. Школы бы не было, земли не было, медпункта не было бы. Может кто-то еще не понимает, что такое статус. Мы не просто вывесили табличку на повороте, что здесь есть потеряевка, а это означает, что она внесена в государственные реестры населенных пунктов. Ныне наш поселок есть во всех списках переписи. Зная коммунистов, а это было 1991 год, думая, что они считали нас вредными для их власти. В этом году у меня был суд с коммунистом, бывшим идеологом ГПСС в Мамонтовском районе Морозовым. И один из свидетелей его Бобров, бывший первый секретарь КПРФ железнодорожного района города Барнаула, потом, ставший даже представителем коммуниста Морозова, получил от меня мамонтовскую газету со статьей о потеряевке, о 14-летии ее восстановления. Он прочитал, потом не вытерпел и выдохнул мне. Как только придем к власти, так и конец нашей потеряевки. Они понимают, что мы ковреду их. Почему? Обличением. Пока существует наш маленький мизерный микроскопический православный лагерь Стан, он является для всех безбожников мощным обличением. Мы знаем людей, которые приезжают из других лагерей. Там сплошное преступление против души человека. Это гнойники разврата духовного и телесного. Как животных стараются только накормить и развлечь. На уровне подсознания они понимают, что пока мы есть, мы им в укор. Всегда спрашивают меня коммунисты в городе, вас все еще не закрыли? А почему нас нужно закрыть? И статус не отняли общины? Мы ковреду их живем. Книга премудрости Соломона, 2 глава, 14 стих. Он вред нами, обличение помыслов наших. Он пред нами, обличение помыслов наших. Премудрость Соломона, 11, 8. В обличение их детоубийственного повеления. Я так и признаю, что мы вредны для них, зануда и вредны, но я не считаю это ущербом для моей души. Книга Иова, 29 глава, 16 стих. Отцом был я для нищих и тяжбу, которую я не знал, разбирал внимательно. Псалом, 140 стих, 5. Пусть наказывает меня праведник, это милость, пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей, но мольбы моей против злодействий. Обличение же никогда не вредит, потому наша деятельность приносит только пользу, а не вред, и мы не вредны. Сказал я тут одному прихожанину, что у него ребенок растет жестокосердным, не милует скотину, так он взъярился до лютого гнева и крика на собрание. Ты уверен, что ребенок твой не жестокосердный? А я ведь сказал ему, основываясь не на пустом месте. Твоей девочке давали лошадь кататься верхом, и она посла на лошади, седлала коня, или помогали ей седлать, видя, что спина коня жестоко поранена, сбита и кожи нет. Она на голове мясо клала седло и целый день могла не слазить с лошади, да еще и скакала махом на ней. Когда я прознал про такую жестокость к лошади, то отнял ее и не дал даже хозяину, чтобы дать зарасти на спине и на животе кожи, пока не нарастет шерсть. Это что, милосердное отношение воскресшего к мертвому? Когда девочка это же посла скот, то вот, выгоняя из денника коров, видела, что один бычок лежит, не поднялся, явно, что нездоров, или его поранили другие коровы. Она рядом живущему хозяину на расстоянии ста шагов не соизволила сказать, и угнала гурт, и этот теленочек даже потерялся. Потом нашли. Это милосердие к теленку, и когда я запретил подходить к лошади, она снова пришла с подругой, чтобы взять коня для учебы по езде на ней. Снова я прогнал ее, и тогда назвал ее жестокосерной, потому что притча 13.9 Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает, души коварные блуждают в грехах, а праведники сострадают и милуют. Сираха 7.24 Есть у тебя скот, наблюдая за ним, если он полезен тебе, пусть остается у тебя. Премудрость 12.10 Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко. притчи 24.23 Притчи 27.23 Хорошо наблюдай за скотом твоим, имей попечение о стадах. Второзаконие 10.16 Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыны. Книга пророка Иезекииля 2.4 стих И эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем к ним я посылаю тебя и ты скажешь им так говорит Господь Бог. Но если даже не так я сказал, то какая в том слове тебе беда? Если тебя предупредили быть более внимательным, то ты мог бы сказать сам себе смотри нас тут предупреждают, любят. Мало того, отец даже настаивал, чтобы у его ребенка попросили прощения. Это уже вполне сумасшествие, содержимость демоном гордыни и безумия. Деяние 751 Жестоковыны, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Можешь ты сказать, что ни ты, ни дитя твое не противитесь Духу Святому. Человек, испытывающий себя, понимает, что внутри у него есть много, что на людях не проявляется. Даже молитву «Да воскреснет Бог» ты читаешь с одного захода и не отвлекаешься. А батюшке рассказываю, что эту молитву мне приходится сколько раз заново читать, пока полностью сосредоточить, чтобы не зевнуть, не заснуть в постели. Отче наш и Царю Небесное тоже читаю по несколько раз. Потому может так часто в церкви эти молитвы и читаются, чтобы зацепиться хотя бы раз за смысл этих чудесных молитв. Мысль куда-то мелькнет и замечаю это и тут же дочитав молитву снова начинаю ее повторять, считая ту бракованной, порченной. Это сатана сбивает, он не дает покоя. Если ты мертвый лежишь, он сбивать не будет такого, потому что лежащий принадлежит ему. Как только до конца со смыслом из души прочитаю, никуда не сбиваясь, так на душе сразу дьявол нигде не оставляет, он непрерывно искушает. Притча Соломона 8 глава 36 стих А согрешающий против меня премудрости наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть. Особенно вредны люди, которые ненавидят премудрость, они спорят по каждому случаю. Если же мы не знаем не саму премудрость, о ту, которая лишь доступна нам, то какие наши слова? Кому польза от беседы с нами? Явно, что зловредные слова говорим, советы дают совершенно недуховные. Ты говори о том, что приносит духовное усложжение пользу для вечности. А если промолчим о пустом, то кому от того ущерб? А если скажу, какая от этого польза будет? Что булились реки воды живой? Советую пить моря. Пряму то есть 13.13 по притче. Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается. Ты скажешь, что ты пренебрегаешь? Сколько ты сегодня прочитал из Библии? А вчера сколько? А на этой неделе я не брал в руки Библию? Ты не можешь быть невредным и не вредить, как читаем. Слово Божие не является твоим дыханием. Ты каждый день бери с собой что-то выписанное и потом неоднократно прочти и запомнить постарайся. Пять минут это же не столь и много, а польза-то какая будет. Сатана боится приступить к тому человеку, который повторяет Слово «вред». Пытаюсь объяснить слово «вред». Кто наносит вред, почему, кто терпит вред. Узнали, что вред нельзя потерпеть, когда ты за это славишь Бога. Вред наносит нам и Бог, повредил бедро Иакова. Вред наносит и дьявол, и человек, и часто самый близкий нам. Исследуя это слово, я нашел, что ничто нам так не вредит, как эгоизм высокоумие, наше себя любие, гордое и непокоривое я, когда дети неприятные. Да чего вредный, я же тебе сказал ноги вымыть, а ты грязными ногами испачкал чистую простынь, а он стоит на своем, он не может тебе выразить словами свое отношение к твоим приказам, но он тебя ломает, чтобы ты жил по его уставу, как вот этот пьяница, который тут сидел, он хочет, чтобы мы были как он и отстали от него, он ломает, ломает нас всех, и какой же выход? Послание к евреям, 12 глава, 15 стих, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Евангелие от Луки, 17 глава, 6 стих. Господь сказал, если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Господь говорит нам, как бороться с эгоизмом нашим, отвергнись себя. Эту тему мы подробно разобрали и не раз. Свои прихоти забудь, все, что не согласно со священным писанием. Второе, чтобы себя в этом сохранить, идти в нужном направлении, нужно взять свой крест, приготовиться страдать. Что у меня в жизни было, это все было на пользу мне. Третья ступень следовать за Господом и в исполнении Его святых заповедей, будучи вводимым Духом Святым, наполняя всю жизнь любовью к Богу и к ближним. Эгоизм в таком случае будет подавлен крестом и непрерывным следованием за Христом. Первый шаг, без которого нельзя взять крест и следовать за Христом, наш эгоизм. Наше я, я так научен. Показываю на бритый подбородок собеседнику и спрашиваю, почему он образ мужчины портит. Он в ответ мне, что у него знакомый Семен Михайлович Буденный. У него один, где усы, одни усы были, а я тоже Семен Михайлович, так что ему подражаю. Приходит время, проходит время, стал бороду отпускать. Ты не вредничай, жене твоей Бог бороду не дал, а мужчине дал. В самом малом деле можно быть неверным Богу и вредничать беспредельно. В нашей общине столько времени воюем за юбки, чтобы подол был не выше 10 сантиметров от земли. В Библии 103 раза говорится о поясе и об опоясании. Этого тебе недовольно? Объясняю о подоле, а она возвет. Но когда я наклоняюсь, подол земли касается. Я объясняю, что если она придет в одних трусах, то при наклоне они будут земли касаться. Евангелие от Матфея 16 глава 26 стих. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а души своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Человек вредный вреден для себя. Уезжающий из Потеряевки предупреждаем, но не уговариваем, что такого вы нигде не будете иметь. Сестра Лидия, сядь и запиши на бумаге, что ты имеешь здесь и что будет там. Еще не поздно. Дьявол вергнет вас во тьму и в ереси, оскудение запаса, какой имели здесь. Занятий таких уже не будет никогда. Здесь вас с Николаем приглашают на торжества, где и епископ за столом с нами, и священники, там этого никогда уже не будет. У нас богослужение проходит больше половины времени на русском языке, там этого не будет. А вас дьявол сегодня обольщает, что вы где-то будете проповедовать. Ничего из этого быть никак и никогда не может. Кого вы обмануть хотите? Ни с одним человеком не мог Николай Келячков мирно ужиться за десять лет. Ни одного друга не приобрел, а там бы ты приобрел. Ты же не исправился, а какой был, такой и остался. Если ты здесь не был овечкой, то и там ты будешь таким же. Волчий характер повезешь туда. Есть басня про волка, услышавшего про страну Аркадию, где волков охотники не убивают, он загорелся туда ехать. Вот жит ухо и лежит нога за ногу и вслух мечтает, как он будет жирно жить в овчарнях с овцами. И шкуру его за год пушнину не будут сдавать. А ворона и говорит ему, я там была, действительно, ты про это правильно говоришь, но скажи, волк, твое сердце волчье с собой ты возьмешь, а как же? Так ты овечек будешь драть там, а как же, жить-то надо? Так они же охотников туда пригласят и тебя убьют. Неужели? Так ты так и думал, что раз в потерявки живут верующие, то они и будут смотреть, как ты их пожирать будешь. Эти люди же не лохи, они тебя поднимут на дыбу, пьянство от тебя здесь не разрешат, я там буду жить, буду курить, они же верующие не должны меня оттуда выселять. Сказка ложь давней намек, добрым молодцам урок, если душе своей навредишь, то все остальное зачем тебе? терпеть вас, как мы терпели, там никто терпеть не будет. Лидой говорим про мужа твоего, ему-то здесь каждый раз про Бога рассказываем, ему деваться некуда, он и живет, там он расцветет прежними грехами, проказы вспыхнет на его лице, он впадет в отчаяние, а ты только сзади будешь за ним тащиться. Вашем сердце для нас места нет, я знаю, какую роль играю для некоторых, если он ко мне все время заезжает, стремится, спрашивает о другом сердце, а о другом сердце я знаю, что в нем мне места нет никакого, а ты можешь спросить меня, есть ли тебе в нем место, я могу ответить, что есть, потому что я всех вас помню и тот дом, где я обратился. Второе послание к Коринфянам, 7 глава, 2 стих, вместите нас, мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти, думаю, что я вас не обидел и не повредил вам, а что не имел корысти, я сказать не могу, как человек корыстолюбивый, но для себя ли это? Второе Коринфянам, 12, 16, положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитро, лукастом брал с вас. Необходимо для лагеря Стана прошу-то подвезти, то отвезти хорошее отношение с Алексеем Семеновичем, и он может поехать в город, и его машину нужно загрузить, чтобы она не прыгала о порожней. Так может он тыкву нашу туда увезет, увезешь, господин Сисков, но не из-за этого мы с вами друзья. Я вас обличал, строго разговаривал, но не нанес вреда. Исходим из позиции, что я вредный человек. Наша тема к этому и подвигает так рассуждать. Но скажите, за все время нашего знакомства вашей душе, какой вред я вам нанес? Сейчас вот в этом собрании встань и скажи. при всем народе и я с удовольствием при всех попрошу прощения. Как я попрепятствовал попасть вам в рай? Если такого нет, то мы вмещаем друг друга. первое послание Тимофея 6 глава 9 стих. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Но не об уборке хлеба речь идет, не о скотине, которую держите для пропитания. Удвоение удвоенное стремятся еще удвоить, как говорит златоуст, пока смерть не положит предел всему бесполезному занятию. Откровение 2 глава 11 стих. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Если в этой жизни все будем делать для Царства Небесного, то когда мы предстанем на суд Божий, где грешники будут брошены в ад, мы не потерпим там вреда. Верующие будут вознесены навстречу Господу, побеждающий пьянку наркоманию и другие пороки есть победитель. Первое послание Иоанна 5 глава 4 стих. «Ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Если какой грех в себе не победил, то по неволе я делаюсь вредным». Откровение 7.2 И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю. Цунами, колорадские жуки, наводнения. Кому ангелы печать не поставят, будут таких давить. Это о ложных учениях, вредных и губительных. Если не запечатлен или это запечатление утеряли, как отступник этот, исключенный из общины, уже через три месяца после крещения начал всех судить, что и батюшка неправ, и детей не так воспитывают, и молиться долго не нужно, а знать ничего не знают. Нужно так проповедовать, чтобы понятно было только десятилетним. Пусть на ваш пасынок анфер десятилетний подтягивается до нужного уровня. Сатана обокрал, выметено чисто, и прежнего ничего нет, и вошли семь злейших. Наибольшее значение слову вредный придают по значению противный, когда человек противится мнению другого. Таким был Давид, противящийся доброму совету военачальника Ивауа. И сделал тот перепись. А страдала вся страна и тысячи убитых за вредность одного. Вторая книга царств, 24 глава, 10 стих. И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу, тяжко согрешил я, поступив так. И ныне молю тебя Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я. Второзаконие 24.1 О жене, как о самом вредном создании противящемся воле мужа своего. И Господь ей дает только маленький шанс, чтобы не умереть ей с голоду, дать ей разводное письмо. Я стал рассуждать, но ведь мужики-то вреднее баб бывают. Библия об этом умалчивает, сохраняя мужей во главе. Женщина спасает мудростью себя, а о муже, разгневавшем Давида, говорит 1 Царь 25.25 Пусть Господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он. Навал имя его, и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал. Царица Астинь не пришла по просьбе царя и была отвергнута. Все губернаторы Велиможи собрались и порешили, что так дело оставлять не гоже, и на обсуждение вынесено было поведение женщины. Есфер 1.15 Как поступить по закону с царицей Астинь за то, что она не сделала послова царя Артаксеркса, объявленному через Евнухов. О, царь, эта история все равно станет известна по всей империи. Кто-то проболтается, и наши жены узнают, что царица царя ни во что не ставит. теперь и наши жены будут на своем стоять. Есфер 1.16 1.16 18 стихи И сказал Мемухан пред лицом царя и князей, не пред царем одним виновна царица Астинь, а пред всеми князьями и пред всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса, потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить, царь Артаксеркс велел привести царицу Астинь пред лицо свое, теперь княгини Персидские и Медийские, которые услышат о поступке царицы, будут тоже говорить всем князьям царя, и пренебрежение и огорчение будет довольна. Еврейский народ был представлен пред царем как противящийся царским постановлением Есфель 3.1 Давайте проиграем такой вариант, что решение сегодняшнего собрания о том, чтобы нарушитель устава выехал из деревни не будет выполнено. Какие у нас есть средства против противящегося решения законного собрания? Суд в органах власти будет стоять на его стороне и мы знаем почему. У них задача уничтожения нашей нации и они понимают, что их решение наносят вред, но будут указывать на статью Конституции. Он имеет право жить где хочет и они нас будут давить. Мы должны заранее все это просчитать. У евреев была точно такая история. Они желали жить по своим законам, а не общепринятым в империи. Царь наложил печать, чтобы уничтожить таких вредных людей, снял с официального статуса. И только Бог через Есфель сумел развернуть обратно, и кто поднимал вопрос об уничтожении Потеряевки, глава депутатского корпуса, был повешен в торжестве и торжествовал народ Божий. Вредность уничтожает Бог. Вредным считали еврейский народ, это было весьма ошибочно. Нас могут считать вредными попы, они неуживчивы. Про нас говорят, что мы развели тут наркотики, конопляжи растет сама, главное противление находится в нас. Послание Галалам, пятая глава, семнадцатый стих. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Мы не можем не быть вредными. Все христиане вредные люди, согласно Священного Писания. Вредные в первую очередь для самих себя. Не охота вам рано вставать без двадцати минут в пять утра. Вечерние и утренние правила исполнить некогда. По листовке кланяться некогда. Это все вредность гибельная для души. Постимся, а так меняем лишь меню. не раз принимали то 1 Тимофеем 1.10 что противно здравому учению. Не на своем настаивать, а Господь призывает покориться его святой воле, его закону. Если мы настаиваем на своем, то мы противимся Богу, а чтобы не быть противниками Богу, нам нужно очень хорошо знать закон Божий, а еще лучше того иметь чистую совесть. Евреям 9.14 То коль мя пачи кровь Христа очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Иметь чистую совесть значит больше, чем знать Священное Писание, потому что Писание вторично. Но если наша совесть запачкана грехом уже от Адама, то Бог дал в руководство Священное Писание. Нужно сверяться постоянно со Словом Божьим. Где поступаем не по Слову, там мы идем явно против Бога. И в таком случае мы являемся вредными. Я признаю себя вредным перед Богом, где не даю свободу Духу Святому, где нарушаю какой я вредный, то я хотел бы попытаться разъяснить так ли это. Может вы ошибаетесь. Лично себя я признаю таковым перед Богом. Перед вами я себя внимания не признаю вредным, поэтому вы меня обличите. Я старался как мог принести вам пользу. Небольшую корысть имею от вас. Я сделал только наметку по этой теме, а теперь начинайте каждый про себя рассказывать. Какой он вредный, почему такой и как думает исправиться. Если кому я нанес вред, как вы думаете, то я не прошу прощения, пока вы это не докажете, потому что иначе я могу просто оскорбить Бога. Я сделал правильно, а потом буду в том просить разумно прощения. Кого обличал, кому сурово выговаривал, без этого нельзя. Если вам здесь неудобно сказать, то как выйдем на улицу, идите обязательно и покажите мне, почему и где я вредный. Я сам себя в этом не вижу. Может, мои глаза грехом замазаны. Вы можете ко мне подойти, и я скажу, в чем вас считаю вредными. Какое наставление может дать у совести раздавленный прислужник? Он будет каяться, но через час опять, как угорелый пес, из прежней тянет лужи. Советую и гнут лишь под себя советники советских образцов. На шее каждого довольные сидят, неблагодарные кормильцев бьют в лицо. Тысячелетия такая вот картина. С утра до вечера совет не езжат с Богом. Двунагая и наглая скотина скотинка проходит мимо искоса и боком. ищут способы для воспитания деток, находят методы свои и за границей. Свет истинный лишь единицы встретят, из единиц отдельные к Христу придут напиться. Упорен человек, не сам он по себе скитается и мыкается ночью, при нем всегда есть ангел или бесов лекут, как будто к счастью между прочим. Блажен кто разобрался что к чему, откуда интуиция прозрения и свет библейский изберет не тьму и обратиться к книге самой древней. Я прославляю Библию святую, ее кровавые страницы бытия, не уподоблюсь ли в сомнениях ослуя, сумею из пустыни выйти. Рассматривая древние трагедии и драмы, не остаюсь я зрителем посторонним, тот некто это я, разбойниками ранен, в сражениях боль не раз меня хоронят. О теле Моисея жаркий спор, архангел Михаил и дьявол вовсе рядом, но и Иегова на расправу скор, не дай Господь, чтобы враг меня ограбил. Игнатий Лапкин, 20 сентября 2005 года.